В Беларуси стартовал очередной этап избирательной кампании по выборам депутатов в Палаты представителей национального собрания. Выдвижение кандидатов продлится до 1 августа. За это время в трудовых коллективах пройдут собрания и конференции, на которых определят участников предвыборной гонки. Также своих претендентов представят политические партии. Регистрация кандидатов начнется уже в августе. А в интернете тем временем появился тест. Можете ли вы стать кандидатом в депутаты? Яна Шибко о нюансах избирательной кампании. Вот она география парламентских выборов в Беларуси. На этой карте 110 округов. Их границы, кстати, не всегда совпадают с административными. Могут и перекраиваться в зависимости от количества населения. В среднем на округ 63 тысячи избирателей. Каждый отправит в парламент по одному представителям. Самая сильная конкуренция в столице. Конкурс, как в престижные вузы, по несколько человек на депутатское место. А избирательная кампания уже ровно неделю шагает по всей стране. Добрый день. Я являюсь членом инициативной группы по выдвижению кандидатов в депутаты парламента. Тамара Владимировна всю жизнь прожила в деревне. Для нее главный вопрос. Откуда родом потенциальный депутат? Где она проживает? В агрогородке Хожего. На парламентских выборах особая шкала оценки претендентов. Местные интересы избирателям ближе большой политики. Если знает проблемы сельской жизни, доверия к такому народному избраннику больше. Мы надеемся, что они будут защищать наши интересы. Нажим этот вопрос, так как стоят сама в сельской местности. Может, когда придется обратиться. Тем временем и Тамара Владимировна, и каждый избиратель на стадии выдвижения вплоть до 1 августа отдать свою подпись могут за несколько претендентов. Тем самым повысив конкуренцию, а уже потом голосовать за одного кандидата. Здесь у избирателя полная вольница. Выборы проходят, они свободны. И они вправе поддержать самых разных кандидатов. Ни в коем случае не подписывайтесь в пустом подписном листе. Там должна быть обязательно заполнена шапка этого подписного листа. То есть указан человек, за которого собираются подписи. Если этого нет, то вполне возможно ваша подпись может быть передана совершенно неизвестной группе в пользу человека, который вам вполне возможно не понравится. А вот решить нравится-не нравится на данном этапе можно лишь на основании биографии. Чтобы образование было и в экономике ориентировался, в политике. Место рождения, образование, ступеньки карьеры. Максимум, что вам могут рассказать члены инициативной группы. С прилагательными крайне осторожно. Любая характеристика запрещена. Будет считаться агитацией. Нельзя рассказывать больше, чем хочется. Постоянно друг другу напоминаем, что нельзя очень осторожно следить за тем, что говорим. А на площади Держинска заинтересовать избиратели буквально плечом к плечу старались сразу два оппонента. Не побоявшись конкуренции, пикеты расположили в метре друг от друга. Посмотрели, что человек надежный нам кажется. Что может что-нибудь лучшее для нас все-таки сделает. Считаем своим долгом. Вообще всегда участвую. Пока одни оставляли подписи, другие определились и тоже рады бы, но без паспорта никак. Ну только ваш паспорт. Есть-то у вас. Ой, нет. Извините тогда. Еще один нюанс. Если видите в центре города пикет, не спешите тратить время на изучение биографии потенциального депутата. Уточните, откуда выдвигается. Автографы засчитываются только от жителей того округа, который представляет данный претендент. Политическая эффективность пикетов, она высокая. Пусть даже подписи там и немного соберут. Но для этого надо, как говорится, комбинировать способы сбора подписей. И непосредственно на пикетах, и методом поквартирного обхода. О том, что пикеты хороши как презентация, самый эффективный метод, как говорится, от двери к двери, Николай Лазовик знает не понаслышке. Секретарь ЦИКа и сам был депутатом самого первого созыва Палаты представителей. И хотя выдвинулся от партии, лично объездил весь Рогачевский округ, собирая наказы избирателей. Я, опять же, пошел собирать подписи. И еще до начала агитационной кампании я, по сути, побывал в каждом населенном пункте своего избирательного округа, пообщался с избирателями. Пойти в народ решил и этот претендент. Возможность лично пообщаться с избирателями не упускают многие будущие депутаты. Наши президенты и депутаты, которые были депутаты. До 1 августа, будьте готовы, в дверь могут позвонить с предложением оставить подпись за того или иного претендента. В городе инициативные группы предпочитают послерабочее время, когда больше людей дома. Однако после 10 вечера нарушать покой жильцов уже запрещено. Я считаю, что это очень важно. Если ты заинтересован в будущем своей страны и своих детей, то ты, конечно же, будешь небезразличен в этом. Мы всегда готовы рассказать о нашем претенденте, на любые вопросы ответить. А также для нас важна обратная связь, то есть услышать какие-либо пожелания, предложения. Если в городе сейчас можно увидеть пикеты у торговых центров, поликлиник и даже у собственного подъезда, кстати, у выходов из метро и административных зданий пикетировать нельзя, то в деревне все зависит от того, сколько семей обойдет инициативная группа. Мы стараемся зайти в каждый дом, чтобы донести до каждого жителя нашей деревни о нашем кандидате, чтобы все были в курсе и смогли оставить свою подпись. Достаточно активные жители нашей деревни. Вот мы подходим к следующему дому. На селе все друг друга знают, особой нужды представляться нет, но порядок есть порядок. Будьте внимательны, предъявить удостоверение, а вместе с ним документ с фотографией обязан каждый сборщик подписей. Вот мое свидетельство о том, что я являюсь официальным представителем. Вот мой паспорт, что я действительно Козья Лалесия Владимировна. Впрочем, и от внимательного волонтера при заполнении бланка ничего не ускользнет. Вы с женой паспорт получили в один день? То, что мы узнали об этом кандидате, нам понравилось. Будут другие люди, будут они, скажем так, тоже достойны этого. Будем мы за них подписываться. Основная предвыборная гонка начнется после регистрации кандидатов. Дата выборов нового состава парламента 11 сентября. А на неделе детали нынешнего этапа избирательной кампании узнали Яна Шибко, Илья Пачко, Андрей Кульгава и Александр Бутрим.